Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в подмосковную Балашиху, где через несколько минут в Лидовом дворце имени СМНС, 77-й Александр Волков, 83-й, это его партнеры Батрукина Бадения, Коди Керон, 4-й, Егита Смирнов, 33-й, первая пара защитников, и у нас гол! Иван Воробьев забрасывает первую шайбу в этом матче уже на 35-й секунде, мощное начало! Четвертая шайба Ивана Воробьева в этом сезоне, шестое набраное очко, причем, посмотрите, сам сделал передачу, ушел от Никиты Смирнова, открылся на пятак и получил обратный пас. Идеальная подкидка прошла у Владислава Цицуры. Международным турниром, пушком первого канала, это потеря, конечно, Виталия Пинчука, первого центра команды, Дмитрий Портально. Ой-ой-ой, гол! Шайба залетает в ворота Алексея Колосова после броска Ильи Аркалова, практически с нулевого угла. Ага, рикошет был, рикошет от конька Никиты Смирнова. Аккурат с линии ворот бросил, Зубов-то по шайве не попал, но в дальний конек, в правый конек Никиты Смирнова, шайба попала и отскочила в ворота Алексея Колосова. Бориков за, посмотрите, с ногами ушел и бросил, и забил Егор Бориков! 2-1 за 32 секунды до завершения первого периода. 67-й номер Минского Динамо одну шайбу отыгрывает. Пятый гол в этом сезоне забивает молодой нападающий Минского Динамо. Посередине всего лишь навсего Егору Борикову только в августе снял маску. Передача под ворота. Возвращается шайба к Эннесу. Калдес, бросок, штанга! Подбор остается за Эннесом. Калдес, Эннес. Голков покатил на дальнюю штангу через Кадолу. Играет сейчас 77-й номер. Калдес, бросок, рикошет, гол! 2-2! Владислав Кадолос, судя по всему, становится автором заброшенной шайбы, потому что именно в его конек попадает 48-й номер. Это его первый бросок и попадание в штангу. А вот далее Кадолос. Эннес Кадолос покатил на пятак. Нет, все-таки в конек Воронкова. В конек Воронкова шайба попала и заскочила ворота Максима дорожка. Два рикошета было. Ну, к дорожке здесь вопросов нет. Он вынужден был выкатываться. Выкатываться далеко. Отыгрывается с Кереном. Стась. Пас на лицевую линию. Бросок, гол! Сергей Кузнецов забивает в ближний угол. Перебрасывает щиток Максима дорожка. И блином отбить шайбу вратарь Витязя не смог. И вот уже Витязь уступает. 2-3! Надо, здесь даже не прямой бросок. Сергей Кузнецов зашел от шорт. Или даже от руки Дмитрия Максима дорожка. Шайба залетает в арм. Замечается к левому борту. Хэмилтон тащит шайбу на дальнюю. И вновь дорожка. И все-таки гол! Сергей Кузнецов дубль оформляет в этом матче. Прижали вновь минчане Витязь к своим воротам. И добились таки своего 3-0. Именно с таким счетом Динамо выигрывает второй период за 11 секунд до его окончания. Хороший отбор. Бросок и гол! Александр Еремчук принимает поздравления от своих партнеров. И сокращает отставание в счете до минимума 85-й номер. Лишь одно реализованное большинство в игре против минчан. Хороший проход и гол! Вау! Мы сегодня с вами видели первый дубль Сергея Кузнецова в континентальных 1-й лиге. И это гол Ивана Воробьева. Он тоже сегодня оформляет дубль за 5 минут до конца. Взял игру на себя 86-й номер и с неудобной руки переиграл Алексея Колосова. Федан держит паузу направо. Пас, бросок, гол! 5-4. Витязь переворачивает матч, забивает 3 шайбы в третьем периоде. 4-20 до конца основного времени. От Владимира Галузина, ведь шайба заскакивает в вороны Алексея Колосова. Кара бросает. Колосов блином шайбу отбил. И дальше на пятак прикатился Владимир Галузин. И рикошетом от него шайба заскакивает передачу. Кадола ошибается. Дарья налево делает пас. Тащит шайбу Скотт Уилсон. Бросает в штангу. Попадает 20-й номер. Но атака не закончилась. Гол! Гол! 6-4. Витязь одерживает победу и прерывает свою шестиматчевую серию поражений. Дерек Барак. Восьмой гол в этом сезоне. Ну и Скотт Уилсон в этом эпизоде не остался без нас.